В Москве запущен новый программно-аппаратный комплекс «Карантин». С его помощью инспектор может подключиться к любой городской камере, чтобы использовать ее как средство поиска нарушителей. Заняв позицию дальше по направлению движения, полицейский просто выдергивает их из потока. Пока «Карантин» применяется только для проверки цифровых пропусков, введенных из-за распространения коронавируса. Впоследствии систему можно будет применять для других целей, например, вычисление машин без регистрации, а также мгновенного определения злостных неплательщиков штрафов. Кроме того, «Карантин» сможет проверять наличие полисов ОСАГО. Об этом заявил Российский союз автостраховщиков. Известно, что прогон системы уже состоялся. Он показал высокую частоту базы данных АИС ОСАГО. Более того, в июле состоится серьезное обновление этой базы, что сделает процесс еще более эффективным. Система не будет полностью автоматической, а лишь позволит инспекторам ГИБДД проверять проезжающие мимо автомобили по госномеру. Останавливать машины без полиса полицейские будут в ручном режиме. Напомним, что штраф за езду без ОСАГО сегодня составляет 800 рублей. По оценкам Союза автостраховщиков, без автогражданки сегодня передвигаются от 2 до 3 миллионов автомобилистов. Дилеры марки ГАЗ начали получать микроавтобусы Газель Сити. Это первая модификация в семействе NN, то есть в следующем поколении Газели, от которого заимствована внешность. Новую маршрутку отличает принципиально другая конструкция рамы, с опущенной центральной частью. Такое решение позволило сделать уровень пола максимально низким, а также создать вместительную накопительную площадку. В итоге каркасный микроавтобус отвечает требованиям программы «Доступная среда», то есть подходит для перевозки маломобильных граждан. Новинка оснащается только 150-сильным турбодизелем и механической коробкой передач. В перспективе Сити должен примерить коробку-автомат. Важной особенностью модели стала задняя пневмоподвеска. Цена новой Газели – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Других низкопольных автобусов малого класса на российском рынке больше не представлено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова